На сегодняшний день на учете в Славянской ЦРБ с диагнозом сахарный диабет состоит около 4 тысяч пациентов и количество заболевших постоянно растет. Дело в том, что это достаточно коварная болезнь и не все люди с сахарным диабетом догадываются о развившемся у них недуге. Как вовремя выявить заболевание и, что самое главное, как его предотвратить, нам рассказала врач-эндокринолог Славянской ЦРБ Диана Кочка. Заболевание такое, как сахарный диабет, очень широко распространено в последнее время у нас. В факторе риска при диабете второго типа это преимущественно избыточная масса тела, ожирение, предожирение. Меры профилактики какие у нас при диабете второго типа? Это естественно воздействует на факторе риска, это снижать вес, корректировать свое питание, физическая активность, здоровый образ жизни. Это все очень необходимо для того, чтобы профилактировать возникновение диабета, чтобы он не возникал в последующем, не вызывал никаких осложнений. Осложнения очень серьезные, достаточно, это прежде всего потеря зрения, диабетическая ретинопатия, это поражение нервных волокон, это полинеропатия, прежде всего поражение почек, нефропатия. Поэтому проблема очень актуальная, мы прикладываем максимальное количество усилий, которые только возможны для предотвращения этого заболевания. Что касается первого типа диабета, это прежде всего диабет врожденный, врожденный дефект бета-клеток, поэтому предотвратить его невозможно, поскольку большая часть передается, наследственность, предрасположенность первого типа диабета, это от родителей, поэтому мы никак не можем на это повлиять. Можем повлиять и активно боремся, конечно, с диабетом второго типа. Ну, прежде всего мы с каждым проводим беседу, поскольку школ здоровья у нас не так много бывает, поэтому, естественно, с каждым больным на приеме уделяем достаточное количество времени по питанию. Прежде всего, что касается питания, это убрать быстрые углеводы. Это все сладости, это все конфеты, пирожные, мороженое, это все мы должны убрать, поскольку это быстрые углеводы, которые, в них пользы нет никакой, но зато дают быстрый подъем уровня глюкозы в крови. Это прежде всего питание направлено на быстрые углеводы. Сложные углеводы, такие как каша, хлеб, картофель, крупы, это все ограничивается по объему. Ну, а по всему остальному у нас нет ни по овощам, ни по молочным продуктам, ничего, ограничения нет. Внимательно относиться к своему здоровью, ощущать симптомы диабета. Прежде всего, это сухость во рту, жажда, первые основные ключевые симптомы диабета. При возникновении таких симптомов, если они не возникали ранее, необходимо, конечно же, обратиться к участковому врачу-терапевту, либо к эндокринологу первично на прием. И там дальше необходимый перечень анализов для подтверждения, либо исключения диагноза будет. Может быть, бывает даже так, что человек ходит долго, не ощущая никаких симптомов, а потом внезапно обнаруживается уже сразу усложнение диабетические. Поэтому призываю всех внимательно относиться ко своему здоровью, следить за своими симптомами, за своими глазками. За своими ножками, ручками осматривать его постоянно. Если тем более есть склонность к диабету, обязательно сдавать регулярный анализ крови и следить за своей внешностью, за своим здоровьем обязательно.